Сразу к делу. Сегодня познакомимся с умными часами от компании Каньон, которые называются Отто SV86. Этими часами я уже успел попользоваться и поделюсь с вами своим впечатлением, но для начала давайте посмотрим распаковку. Часы упакованы в небольшую коробку в фирменном дизайне. Отмечу симпатичное решение с изображением ремешка. На экране у часов наклеена защитная этикетка. Кроме часов в коробке лежит инструкция. И особенно сердечко порадовалось инструкцией на белорусском языке. Дякой, дорогий Каньон. Также есть магнитный зарядный кабель. Тыльная сторона часов традиционно выполнена из пластика. На ней же расположены датчики и контакты для магнитной зарядки. А вот внешняя рамка металл, который приятно холодит руку. Да и в целом это практичное решение. Справа есть одна механическая кнопка. По заверениям производителя над дизайном этих часов, карпел итальянский дизайнер. Однозначно могу сказать, что эти часы могут либо нравиться, либо не нравиться нейтральными. Они вряд ли кого-нибудь оставят. Я не знаю, какие именно эмоции должен был вызывать дизайн, но в 2023 году лично я этим часам ставлю огромный лайк как минимум за самобытность. Потому что мне надоело видеть в любых вариациях копии часов из Купертино, которые несомненно имеют очень привлекательный дизайн. Но опять же, в 2023 год любая чахлая нейросеть может нагенерить миллиарды просто вариантов различного дизайна. Поэтому, по моему субъективному мнению, копировать их в 2023 году просто стыдно. А вот это действительно очень круто и от меня огромный респект. Дисплей у часов 1,3 дюйма. Технология экрана IPS. Яркости часам хватает с избытком. Ремешок у часов выполнен из приятного гипоаллергенного силикона. В моем случае белого цвета. Размер у ремешка тут 20 мм. Он быстросъемный и без проблем его можно заменить на любой другой. Приложение для часов называется Canyon Live. Про него я уже рассказывал в обзоре других часов от Canyon. Ссылка будет в описании и на экране. Изменений в дизайне у него пока не было. Первым делом мне предложили установить обновление. Что я и сделал. Что по возможностям. Например, есть функция удаленного управления камерой. Можно настроить длительность подсветки. Настроить жесты. Найти часы. В этом случае они вибрируют. Установить напоминалку пить больше воды. Также есть синхронизация с Google Fit. Уведомления часы поддерживают от любых мессенджеров. Но функции ответа тут нет. В том числе есть поддержка уведомлений от приложений. При входящем звонке можно либо отклонить вызов, либо просто отключить звук. Что касается функций самих часов. В шторке сверху можно посмотреть заряд, дату и состояние подключения. Отключить вибрацию, посмотреть погоду в своем регионе. Перейти в настройки. Либо настроить яркость экрана. А режим театр выключает вибрацию и уменьшает яркость. При свайпе вверх можно посмотреть уведомления из приложений. А также очистить этот список. Свайп вправо открывает меню. Тут у нас первым делом есть сообщения, список которых я только что очистил. Приложения для подсчета шагов, сна, пульса. Про них позже. У часов 25 спортивных режимов. Есть даже ходьба, футбол, йога, регби, плавание, пеший туризм. Ну и многое другое. Можно измерить давление и посмотреть уровень кислорода в крови. С помощью часов можно переключать треки. Управления громкостью тут нет. В настройках есть секундомер, но только один. Несколько вариантов таймеров, а также можно сбросить настройки часов или выключить их. Также есть одна игра, но жаль, что сюда не добавили и Flappy Bird, которые были в модели Badian. Отдельно поговорим про циферблаты. Список в магазине не очень большой, но симпатичных циферблатов хватает. А на экране часов они выглядят очень симпатично. Отмечу, что загружаются они не очень быстро. Больше всего мне понравился вот такой стандартный вариант и вот такой с секундной стрелкой. В очередной раз хочу акцентировать внимание на том, что эти часы не являются медицинским устройством. Поэтому ориентироваться нужно все равно в первую очередь на собственное самочувствие и, разумеется, на здравый смысл. В обозримом будущем, а именно в конце 2023 года, я думаю, и в 2024 году, мы вряд ли сможем купить за этот бюджет, о котором попозже поговорим, даже умные часы. Потому что это все-таки смарт-часы. А умные часы отличаются тем, что мы можем в первую очередь расширить функционал часов дополнительными приложениями. Какое уж тут измерение давления в этом ценовом сегменте. Что касается автономности, в среднем часы живут 4-5 дней и это очень неплохой показатель для такого бюджета. Отдельно хочу отметить, что заряжать эти часы можно только от источника питания 5 вольт 1 ампер, не мощнее. Я, в принципе, все часы, которые у меня есть и которые покупаю на обзоры, заряжаю именно от USB порта ноутбука, либо от пауэрбанка. Потому что там есть специальный режим зарядки низкими токами, чтобы точно не угробить вашу электронику. У часов заявлена влагозащита по стандарту IP68. Я не знаю, сколько погружений в бассейн или в море эти часы переживут, потому что я, в принципе, небольшой поклонник мочить любую электронику. Но при этом мытье рук под водой или сильный ливень эти часы переживут без последствий. Что по цене? В среднем ценник на них 160-170 белорусских рублей. Это примерно 50 долларов. Пока не забыл, выскажу замечание. Надо менять шрифт. Он некрасивый, он плохо читается, не совсем корректно где-то сделаны переносы. То есть это прямо то, над чем действительно нужно поработать. Подведем итоги. Я эти часы могу порекомендовать к покупке человеку, которому важно выделяться. Потому что если для вас дизайн не важный, надо именно упор на спорт, все-таки тут выигрывают фитнес-браслеты из-за своего форм-фактора. А вот если все-таки важен внешний вид и уведомления, то можете рассмотреть данную модель. Обязательно поддержите меня подпиской на канал и лайком под этим видео. А все вопросы и мнения пишите в комментариях, почитаю, пообщаемся. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся!